Я директор музея. Если бы мне 30 лет назад сказали, что я буду не просто директором, а вообще работать в музее, я бы смеялся в лицо, потому что я заканчивал биофак, готовился к карьере эколога, хотя тогда слово «карьера» как-то не особенно использовалось, но тем не менее думал, что я буду заниматься защитой окружающей среды, как это тогда водилось. Но тем не менее жизнь сложилась таким образом, что когда я закончил аспирантуру здесь в МГУ, защитился, я оказался в том замечательном временном пространстве, в таком очень коротком, которое у каждого из нас бывает. Это бывает по окончанию школы, по окончанию вуза. Некоторым везет, это бывает еще несколько раз в жизни. Это состояние, когда ты можешь пойти куда угодно. За тобой право выбора и возможность этого выбора. И так получилось, что в этот момент в Вешенской создавался музей-заповедник Шолохова, музей-заповедник моего деда. Как-то меня и семья, в общем-то, понуждала к тому. Но и мне самому стало это интересно. Тем не менее я шел работать в музей-заповедник, как в музей-заповедник. Я собирался заниматься охраной природы. И только потом, когда я увидел и несколько даже оторопел от того объема деятельности, от того разнообразия деятельности, которой занимается любой музей-заповедник, мне это стало очень интересным, это стало делом моей жизни. И сегодня это один из крупнейших музеев-заповедников России. Да можно говорить смело и мира, потому что музеев-заповедников как институтов, вот таких, как они существуют в России, в мире просто нет. Есть несколько усадеб, есть несколько мемориальных каких-то больших довольно зданий, но такого, чтобы территория заповедовалась и территория работала как музей, в мире такого практически нет. Тем более интересно, кстати, если говорить на эту тему, что закон о музеях-заповедниках был принят только в январе этого года. До настоящего момента у нас были музеи, которые подчинялись законодательству о культуре, и заповедники, которые подчинялись законодательству об охране природы. Таким образом, мы существовали де-факто, были лучшими в мире и не признавались в своей стране. Это вроде бы удивительно, но на самом деле это абсолютно показательно. Это показатель расстановки приоритетов нашим государствам. Музеи-заповедники на сегодня являются заповедниками смысла. Когда мы задумываемся о том, что нам делать в этой жизни, зачем я заработал столько денег, купил эту машину, этот телефон, квартиру в Москве и так далее, но что-то же мне еще нужно. Вот в эти моменты нужно ехать в музей-заповедники. Потому что это места, одухотворенные великими людьми, великими событиями. Чаще всего места с удивительной природой, где просто приятно находиться. Наш музей создавался таким образом, что концепция его росла постепенно. Но, тем не менее, сразу было понятно, что у нас есть шолоховские произведения, которые этот автор удивительно энциклопедичен и выверенно точен в описаниях всего, начиная от исторических событий и человеческих чувств, и заканчивая описаниями природы, растительности, этнографических каких-то особенностей казаков, конечно, в основном, архитектуры, фольклора и так далее. Фактически мы имели готовый сценарий для музея. И мы сделали музей, который на сегодня мы в мир вводим под именем «Роман под открытым небом». Это собирательный такой образ от классификации существующих типов музеев. Музей под открытым небом есть такая классификация. И роман, который становится буквально объектом показа. Но это не только роман, роман и другие произведения Шолохова. Это и роман, как наша любовь к этой земле, и как понимание ее значимости и ценности. Это роман, как, в общем-то, то произведение, которое мы создаем сегодня сами. В нашем музее вы сегодня можете не только увидеть какие-то там памятные места, но вы можете буквально посмотреть, как люди жили. И не только посмотреть, но взять руками и попробовать, как, например, получался хлеб. Как это на быках вспахать землю? Как это на лобогрейке, вот той самой поработать, которую все слышали это название, но даже не понимают, откуда оно. А оно оттуда, что лобогрейка — это косилка, собственно, модифицированная косилка для пшеницы, на которой нужно сидеть и все время эту пшеницу такими большими снопами сбрасывать. Лоб сразу становится нагретым гораздо больше, чем под Юпитером. И вот она получила такое название. Почувствовать это — это невероятно важно. Так жили наши родители. Так получается хлеб и сегодня. Невзирая на современные комбайны, это все равно огромный-огромный труд. И не понимая его, конечно, к хлебу отношение у нас будет другое. Почему я заговорил об этом? Потому что точно так же нужно попробовать вообще-то все в нашем наследии для того, чтобы понять цену хлеба, цену семьи, цену истории, цену тех культурных ценностей, которые мы получили. Недавно как раз у нас в Вюшинской на одном из наших мероприятий, где мы даем людям попробовать все вот эти прелести, мы заговорили с коллегами о удивительном таком непонимании нами самими даже слова «наследие». Наследие — это наследство. Наследство подразумевает наличие наследников. А наследники подразумевает активное присвоение этого наследия. Ну давайте возьмем такой не совсем вроде бы прямой, но тем не менее аналог. Если наследие, выраженное в каких-то там материальных ценностях, в денежных знаках, передается, человек идет в нотариальную контору, он доказывает свою причастность к этому, он готов идти в суд и по большому счету порвать любого, кто на это посягнет. Мы с вами владеем невероятным наследием. История и культура и природа нашей страны, они не сопоставимы ни с чем в мире. Этим надо гордиться, это надо понимать, и это наследие нужно активно присваивать. В противном счете мы готовы за наследие, за культуру принимать любое оригинальничание в конечном итоге. Когда мы с Александром разговаривали предварительно перед нашей сегодняшней встречей, я говорил, что у меня иногда возникает физическое ощущение того, что мы окружены вот этим информационным полем так называемым. Если бы мы сейчас могли слышать, что происходит вокруг нас, увидеть вот эти смс-сообщения и как-то их почувствовать, я думаю, мы бы оглохли. Но еще более важно то, что если бы мы поняли бессмысленность на 90% этого информационного поля, мы, может быть, стали как-то более бережно относиться к самим себе, более уважительно. Информацию в информационных системах принято измерять в битах. Вот двоичный код, это уже информация. У меня вопрос, это информация? Ну, я не знаю, то, что, например, можно сейчас прочитать в любой социальной сети на 99% это информация? Нет, нет. Но мы самозабвенно тратим на это время. Мы готовы потратить те ресурсы души, нервов, времени того же самого на получение ничего. Музеи на сегодня, особенно музеи и заповедники, стали такими нотариусами. Мы стремимся передать то, чем обогатилась наша страна, чем обогатился наш народ, передать тем наследникам, которые зачастую, к сожалению, не стремятся этого сделать. Мне повезло родиться в семье, как вы понимаете, с историей, которые эту историю знали, которые передавали друг другу эту историю. И вы знаете, это потрясающее чувство, когда ты понимаешь, что за тобой стоит несколько поколений. Они тебя буквально подпирают. Причем они тебя подпирают и на деятельность, и на безусловную ответственность за то, что ты принимаешь какие решения и делаешь какие поступки. Но одновременно они тебе здорово помогают. Вот это вот ощущение корня, ощущение причастности к истории своей семьи, своей страны, к этой культуре невероятной, понимание того, что природа, которая нас окружает, она конечна, не всирая на все наши просторы, и она наша, и завтра это не заканчивается, и мы не можем как временщики быть на этой земле. Вот это понимание, оно появляется только, когда мы становимся людьми культурными, и культурными в том смысле, что мы принимаем права наследства, мы становимся наследниками. Я понимаю, что это звучит, наверное, как какие-то очень правильные, но пропагандистские лозунги, но в то же время я вам хочу сейчас за то небольшое время, которым я еще располагаю, рассказать об одной поездке, которая у меня была две недели назад, и под впечатлением которой я нахожусь и сейчас, и буду находиться еще долго. Мы с моим другом были в Якутии и попросили, чтобы нас свозили там, в Русское Устье. Есть такой крайний русский поселок. Вот севернее русских поселков нет, а там живут люди больше 300 лет, почти 400 лет. Это потомки поморов, которые уходили от опричнины, потомки вольнолюбивых, свободных людей, которые не хотели зависимости никакой, и которые ради этой воли, ради этой свободы ушли на 72-ю параллель, где минус 15 среднегодовая температура, ухитрились удивительно деликатно, относясь к культурам, которые их окружали, я имею в виду юкагиров, ивенов, ивенков, с которыми они жили, с которыми они даже мешались генетически немножко, но при этом сохранить вот этот свой корень. Я глубоко убежден, что если бы у них пошло немножко по-другому, они бы растворились, они бы не выжили просто в этих условиях, которые тяжелые физически, но они и находятся в довольно враждебной среде культурной находились тогда, по крайней мере. И надо видеть сегодня этих людей. Упаси бог, это не отшельники. Они пользуются интернетом, они смотрят телевидение по спутникам и каналам, и в то же время у них есть четкое ощущение собственного достоинства, собственной значимости и того, что они что-то делают правильно, что они идут по правильному пути. Они категорически не собираются никуда оттуда уезжать, хотя бы имеют такую возможность. Я в такие места отправлял бы принудительно. для духовного исцеления, потому что нужно вот это ощущение увидеть, почувствовать кожей, чтобы понять, у нас совершенно сбита шкала ценностей. Мы потеряли ту печку, от которой мы должны танцевать. Нам нужна некая юстировка вот этой шкалы для того, чтобы понять вообще, для чего все. Вот я говорил о том, что государственные у нас приоритеты явно не в пользу культуры, и увидел сразу много кивающих голов. Это очевидно. Но это же потому же и есть, что мы эти приоритеты ставим себе, достижение технического уровня, повышение валового продукта, еще что-то. Но надо задуматься над тем, вообще-то это средство. Это не может быть целью. Но даже если мы в тысячу раз повысим валовый продукт, что произойдет при этом? Это средство для того, чтобы люди жили хорошо, безусловно, но становились людьми при этом. А совершенно очевидно, что человек, имеющий корни, который уважительно относится прежде всего к себе, он не позволит происходить многим вещам. Он не пойдет... Я сегодня, вылетая из Ростова, вижу растяжку. Официальный двойник Софии Ротары. Продаются билеты, спешите видеть. Ну надо же себя уважать хоть чуть-чуть. И вам очевидно, извиняюсь за мой французский, впаривают уже просто отходы последние. И мы идем, и мы это смотрим. Понятно, что человек, который уважает свои корни, он не пойдет на концерт двойника Софии Ротары. Он не будет есть еду сомнительного происхождения. Он не сядет за руль, выпив дозу спиртного, смертельную для большинства народов мира. Мы потеряли чувство самосохранения. Нам недорога собственная жизнь. Тогда о чем мы будем говорить в отношении с окружающими или, там говоря, о судьбах страны. Так вот, я совершенно убежден, что на сегодня вот это наследие, чувство этого наследия, ощущение своих корней, уважение к ним и агрессивное присвоение этого наследства — это способ выживания. Подумайте об этом. Агрессивное присвоение. 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 Продолжение следует...